bts самая популярная кей-поп группа в мире парни получают мировое признание в виде прибыли преданных фанатов и конечно же побед на музыкальных премиях у группы есть победы на корейских музыкальных премиях американских английских несколько побед на премии mtv и других раскрученных музыкальных премиях единственное чего им не хватает это победы на грэмми и многие фанаты в том числе и я считают что это очень нечестно по отношению к bts давайте разбираться что к чему но перед началом этого видео хочу напомнить что меня есть мой телеграм-канал в котором я рассказываю про интересные кей-поп события и про себя ссылка на телеграм-канал в описании этого видео буду ждать ваши подписки что ж фраза о том что у bts должна быть статуэтка грэмми появились не из пустоты дело в том что у парней же целых пять номинаций и ни одной победы в двадцать первом году группа была впервые номинирована на грэмми в категории лучшие поп исполнения группы за трек динамит в двадцать втором году тоже номинация только за новую песню баттер а в двадцать третьем году группу было целых три номинации лучший клип это как лучшее групповое выступление my universe и лучший альбом music of spheres вообще это альбом cold play но так как его продюсировал джей-хоуп нам джун и шуга это также можно считать номинацией bts но как я уже сказала группа остается без побед вообще вот как объявляют кто же заберет заветную статуэтку грэмми по официальным словам есть такая независима бухгалтерская фирма dolet and taches llp но многие сомневаться в ее независимости и это касается не только фанатов но и таких гигантов западной индустрии как джастин бибер или же кани уэст вопросы о честности этой премии ходят еще с 2015 года когда бьонси была номинирована в номинации лучший альбом а награду забрал другой исполнитель кани уэст остался этим очень недоволен и даже захотел выбежать на сцену правда передумал немного обидно получился бы прикольный мемчик но чуть позже кани все же высказал свое недовольство пару лет спустя гиганты музыкальной индустрии джастин бибер и дрейк тоже сказали что они не будут приходить на грэмми потому что по их словам она неинтересная в 2020 году у арианы гранды также было должно было быть выступление на грэмми но в самый последний момент его отменили по причине которую сказали организаторы грэмми ариана выступила как не профессионал она начала менять наряды и делать вообще не пойми что я конечно не знаю как там было но я очень сомневаюсь что такая звезда как ариана гранды могла себя повести непрофессионально и после этого скандала ариана сказала что она на премию грэмми не пойдет в тот год зачем она ей надо но до 2020 года это все оставались лишь фанатскими теориями что у грэмми какая-то не такая но в январе двадцатого года все резко изменилось в тот момент с должности директора грэмми уволили дебора дуган но она не сильно согласилась с этим увольнением и решила рассказать немного правды о премии по словам этой девушки член национальной академии подделывает результаты голосования оказывается представители грэмми могут самостоятельно добавлять список номинантов награду на награду даже тех кто не вошел в топ-20 самых прослушиваемых артистов она грэмми а грэмми конечно же на это все ответили что это полная ложь я не могу утверждать это правда или нет возможно девушка просто хотела отомстить премии за то что ее уволили но тем не менее такая информация есть и многие считают ее правдивой плюс многие говорят что если таких гигантов как бейонсе известных в америке очень давно оставляют без награды то что уж там говорить о bts возвращаясь bts я хочу сказать что группа уже несколько раз лично присутствовала на на премии в двадцатом году они совместно выступали вместе с лилна с иксом в двадцать первом году они впервые сольно выступили на грэмми вместе с треком динамит а в двадцать втором у них было офигенное выступление такой в стиле шпионаж с треком батар но это только выступление парни еще ни разу не поднялись на сцену грэмми чтобы забрать заветную статуэтку некоторые фанаты строят теории о том что группы из молодых людей насколько бы они популярными не были никогда не выиграть на грэмми приводя в пример популярных свое время бэкстрит бой спайс girls и one direction но это уже реально похоже на фанатские теории а вот некоторые армии фанаты bts обвиняют грэмми в том что они зовут парней только для повышения своих рейтингов типа смотрите мы поддерживаем кейбоб у нас есть bts все прекрасно и многие армии так считают и говорят что просто премия не хочет признать популярность парней и их талант а вы как думаете пишите в комментариях в 2023 году никто из парней не появился на премии грэмми были слухи о том что на нее приедет чангук и нам джун но это так и осталось слухами но произошла такая забавная ситуация с мелон казалось бы мелон грэмми и bts какая вообще может быть между ними связь в одном предложении оказывается может в твиттере написали о том что будет проходить грэмми упомянув адель бьонси и других американских артистов пропустив bts и многие фанаты остались этим недовольны так как это музыкальный южнокорейский сервис и они пропускают bts единственную кей-поп группу на грэмми это реально довольно странно пока что непонятно будут ли bts на премии грэмми 2024 года еще слишком рано строить теории но скорее всего как группа они номинированы не будут так как группа они не активны еще до 25 года а вот сольные номинации парней вполне возможно в любом случае хоть у парней еще нету заветной статуэтки то что они присутствовали и выступили на грэмми очень круто так как они первая и пока что единственная кей-поп группа сделавшая это надеюсь в будущем больше кей-поп артистов смогут присутствовать и наконец-таки забирать награды на грэмми а вы делитесь своим мнением в комментариях как вы думаете bts достойной премии грэмми или нет я считаю что очень достойная м м м м Продолжение следует...